Сегодня в гарнизонном военном суде Нижнего Тагила был завершен процесс и вынесен приговор. 9 лет лишения свободы 20-летнему дезертиру Сергею Елькину, алкоголику и недоучке, который в мае этого года, заметая следы квартирной кражи, взорвал часть 9-этажного панельного дома в Галияно-Грабуновском жилом массиве. Тогда, 6 мая, под завалами бетонных плит погибла 5-летняя девочка Алена Ковальчук и еще трое соседей получили увечья. Полностью или частично были уничтожены 10 квартир вместе со всеми пошитками их обитателей. В процессе дознания выяснилось, что трагедия могла быть многократно ужасней, так как тот же Елькин в квартире, который наполнил газом, предварительно подложил еще 3 килограмма промышленной взрывчатки, которая, к счастью, не сдетонировала. Один только материальный ущерб от этого взрыва составил почти 7 миллионов рублей. На момент задержания подрывник Елькин числился в бегах, как солдат российской армии, потому-то дело и рассматривал военный суд. Но позже подсудимый был признан алкоголиком, а значит, к службе непригодным. Елькину было предъявлено обвинение по 3 статьям УК РФ. 167 часть 2. Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее серьезные последствия и смерть человека. 158 часть 2. Хищение имущества. Прежде чем взорвать дом, он украл у женщины, приютившей его несколько икон и золотых украшений. И 222, также вторая часть. Хранение взрывчатых веществ. По совокупности преступлений он мог получить до 15 лет лишения свободы. Прокурор запросил 10. Судья Дмитрий Свинцов дал 9. Общего режима без конфискации имущества. Кроме того, подрывник должен в удовлетворении гражданских исков компенсировать 5 миллионов рублей ущерба. Как он это сделает, никому неизвестно. Во время своего последнего слова Елькин попросил прощения лишь у собственной матери. Чем оскорбил всех пострадавших. Родителей погибшей девочки, стариков, лишившихся последнего здоровья. И других соседей, которые только-только начинают отходить от полученного шока. Продолжение следует...